Некоторые сомневались, что я могу быть хорошим спецдокладчиком. Искала что-то позитивного, а вот не нашла. Мало что знают в Западной Европе об этой стране. Интересная тема. Не понравилась белорусским властям. Эмоционально сложно, конечно, все, что связано с 2020 годом. Мне это было действительно психически очень тяжело, потому что я думаю, что я просто сойду со мной. Было достаточно работано 5 спецдокладчиков, но я была одна. Белорусские люди, они супер. Институциональная память мандата лежит у меня на моем компьютере. Такой цинизм власти. Сам человек сидит не только за решеткой, но и в клетке, можно сказать. Я после 6 лет, если честно, я очень устала. Всех приветствую! Это Катярина и правооборонный подкаст «Весна прийдет». Сегодня наша гостья – Анаиз Мэрен. Она специально докладчиков по Белоруссии на протяжении уже 6 лет. И ее мандат скончается уже худко. 31 кастричника 2024 года. А тут мы запрашиваем нашу гостерку со спадарнией Анаиз и вспомины про ее шлях до Белоруссии и его подводные камени. Я не буду долго говорить. Давайте послухаем лепш саму Анаиз. Господарня Анаиз, спасибо, что согласились на интервью. И хотелось бы рассказать нашим слушателям о том, что вы за человек, и как вы связались с Белоруссией. И вот про это все мы сегодня и поговорим. Расскажите сначала о себе. Откуда вы, где вы учились, откуда вы знаете русский язык? Добрый день, спасибо за приглашение. Я француженка и училась в Париже, в основном в Сианс-По, так называемый, институт политологии. И еще и закончила тоже филологию, русский язык. Несколько лет провела и в Санкт-Петербурге, в аспирантуре, в Европейском университете там. А это, извините, не тот, который закрыли там что-то? Закрыли, потому что якобы были проблемы с пожарной безопасностью, но потом снова открыли. Вот сейчас вот работают, пожалуйста. Ну, наверное, не в таких же условиях, как раньше, но тогда это было вот уже 20 лет назад, 25 лет назад. Это было вот, нам повезло. Нам было, ну, несколько французов, еще много финнов в обмен, да, и там учились. Это уже МГИМО пару месяцев училась. И вот, а потом уже как пост-док, да, то есть после вот защиты аспирантской диссертации устроилась на работу в Финляндии как раз и в коллегиум for advanced studies. Там занималась научной работой, писала вот уже вторую докторскую, можно сказать, именно о городах Пробратима и такие трансграничные отношения и еврорегионы, которые существуют, тогда существовали, 15 лет назад, через границу Шенгенской. То есть, например, в Беларуси оказывается, что их было пятеро. Я сомневаюсь, что они все еще существуют, но были там и с Польшей, и с Литвой несколько вот таких проектов. И вот для политологов тоже было интересно, конечно, смотреть на так называемый region building, как строятся вот эти регионы, трансграничные регионы через шенгенского занавеса. В 2018 году вы стали специальной докладчицей по Беларуси. Как вы помните свое назначение? Ведь это же конкурс, вы ждали его? Как это было? Если честно, я не ожидала, что меня назначат, потому что у меня вот опыта не так много было именно в сфере прав человека и еще и в ООН. То есть, я ожидала, что назначат, ну, бывшего дипломата, да, ну, или того человека, который правительство поддерживает, какое-либо правительство. А я не просила даже вот поддержку от МИДа Франции, и все равно меня назначили. Может, помогало то, что среди рекомендаций надо было там подать до трех письма рекомендаций. Среди них у меня был Алис Беляцкий, поскольку мы уже были знакомы, ну, через общие знакомые, француженка, которая работала очень много в Чечне и в Беларуси. Вот. И, то есть, для меня это было неожиданно и очень большая честь. Но, если честно, тогда это не означало настолько много работы, как оказалось потом в 20-м, после 20-го года. Это было вот самое неожиданное, это случилось всего в 20-м году, потому что тогда объем работы умножалось, ну, то есть, на 10 раз больше. Это было очень тяжело на самом деле. Про 20-й год мы еще поговорим, но вот мой следующий вопрос, который я хотела задать, это про то, как вы встретились с белорусскими правозащитниками. Вы уже рассказали, что были знакомы до своего назначения с Олесьем Беляцким. Расскажите подробнее, как это было. Первая встреча была в Вильнюсе, потому что там белорусский дом прав человека, который является почти институционально, сотрудничает вот с мандатом, еще и до меня сотрудничали. И чтобы было безопаснее из-за того, что, ну, для них, из-за того, что все равно монетария, то есть спецдокладчика не пустят в Беларусь. Не было выбора, надо вот где-то встретиться за границу. И вот именно это было каждый год вот в Вильнюсе, так что в ноябре уже сразу после моего назначения с ними познакомилась. Большинство из них меня не знали. И, если честно, с самого начала были какие-то, ну, некоторые сомневались, что я могу быть хорошим спецдокладчиком, потому что я изначально, официально, публично объявила о том, что буду стараться наладить отношения и с правительством. Это на самом деле то, что написано в резолюции, это то, что ожидается от всех монетариев в спецпроцедурах Совета по правам человека ООН. Мы как-то принципиально пишем рекомендации для правительства, и несмотря на то, что не признают мандата, не хочет сотрудничать, мы должны искать пути. И вот хотя бы неформально я старалась, и некоторым правозащитникам это не понравилось. Они испугались, думали, что я буду вот настолько пристрастной, что могу и писать даже что-то позитивного. А ситуация с правами человека в Беларуси, которая уже тогда была неудовлетворительная. Ну, я действительно, да, объективно хотела вот вести свои исследования и обзор писать, и поэтому, да, первые шесть месяцев я была очень... Не, если честно, искала что-то позитивного, а вот не нашла. Не могла находить почти ничего, что за то правительство бы мог хвалить, да, что... Единственное, что тогда вот в шестнадцатом году они, власти подписали, ратифицировали конвенции о правах людей с инвалидностью, и это вот считалось вот тоже, ну, как-то очень положительным. Но есть, раз я уже искала, смотрела, что действительно делается, я заметила, что конкретно ничего не изменилось, и об этом тоже должна была писать. Да, как раз недавно белорусские власти отчитывались в Комитете по правах людей с инвалидностью, и я смотрела эту трансляцию в моем представлении, и их там очень сильно критиковал Комитет за то, что в Беларуси происходит. А мы движемся дальше, и почему вы заинтересовались Беларусью, и как вы представляли свою работу? Ну, вы сказали, что вы представляли, что, может быть, она не такая сложная будет, но тем не менее, почему Беларусь, и какова была работа? Я изначально, то есть, закончила вот университет со специальностью исследования России, да, Российской Федерации, именно внешней политики России, потому что, если честно, во Франции тогда вот даже, ну, Беларусь, мало кто знал, где находится, понимаете, и даже для специалистов советских и постсоветских исследований, ну, мало было интереса к Беларусью. Ну, я начала интересоваться именно потому, что в те годы я занималась еще мониторингом выборов, то есть, я работала время от времени для АБСЕ, как наблюдатель на выборах, и вот в восьмом году была в Беларуси, и стала интересоваться, познакомилась с людьми, ну, тоже политологи, да, и таких, там, Костюгова, там, Пикулик, вот, Милионцов. И когда получила возможность продолжать свою работу в Хельсинках, то есть, я жила в Хельсинки, вот, и в конце этого постдока мне предлагали работу в Финском институте международных отношений, там, где работает Аркадий Мошес, и он, то есть, да, мне предлагали приехать на работу вот к ним, но с такой просьбой перестроиться как специалист по Беларуси, то есть, заниматься Беларусью полностью, сто процентов. И я согласилась, я понимала, то есть, Аркадий Мошес, ему неинтересно было вот все мои романтические исследования об еврорегионах, он в этом не очень верил, зато это был, ну, 10-й год, 11-й год, он знал, что будет интерес к Беларуси в ЕС, например, и поскольку вот этот Think Tank, этот ФИА, этот институт в Хельсинках, как раз работал, чтобы писать рекомендации для ЕС и для парламента Финляндии, но в основном с точки зрения Европейского Союза и политика соседства, и поэтому вот я специализировалась именно в эти вопросы, к сожалению, в те годы это было в основном о санкциях. Ну, то есть, было немножко о европейском, так называемом, восточном партнерстве, но Беларусь, как вы знаете, вот мало участвовала в этой инициативе, вот, я об этом писала, вот. И вот для ФИА специализировалась на теме Беларуси и стала писать, меня пригласили на разные конференции, и уже, ну, поскольку это был еще тогда вот маленький, относительно маленький круг экспертов, из иностранных экспертов русскоязычных, потому что, конечно, знание русского языка помогает для такой работы, и у нас было не так много, и вот меня стали, меня стали вот пригласить довольно часто на очень интересные вот конференции и даже закрытие круг экспертов и так далее, и таким образом я строила себе репутацию, как, ну, постепенно эксперта по Беларуси. Ну, действительно, три года подряд я занималась только этой, и читала очень много, и должна была, и съездила в Беларусь, и мне было очень интересно, и все больше и больше интересует просто вот страна и люди, и история, потому что очень, ну, мало что знают в Западной Европе об этой стране, и поэтому, ну, я люблю учиться, 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 так что, да, это интересная тема. Вы съездили в Беларусь, то есть были в Беларуси, а были ли вы в Беларуси, когда стали спецдокладчицей вот на протяжении шести лет? Нет, к сожалению, был последний раз для Чатамхауса в 2018 году весной, а меня назначили осенью, и уже с таким пониманием, что я не въездная. То есть каждый год, как спецдокладчик, я пишу официальное письмо представительству Республики Беларусь в Женеве, с просьбой меня пустить вот с официальной визитой в Беларусь, как положено, ну, как написано в резолюции, и власти не отвечают на эту просьбу. Были времена, то есть в 2019 году шла речь о том, чтобы меня пустить по так называемой академической визитой, то есть это неофициально, что, значит, на свои деньги, то есть он даже не платил за билет на самолет, а мы уже работаем на спасибо, так что надо было искать вот бюджет для этой поездки, чтобы поехать на какую-то конференцию, например, в Минске, да, и заодно, пока я на месте, еще иметь какие-то неформальные встречи с оппозицией, с представителями власти тоже, вот. Ну, были переговоры, и все-таки вот этого не состоялся, вот, и мне даже Микрош Харашти, который в 2017 году с такой визитой съездил в Минск на конференции как раз АБСЕ, и он мог встретиться вот с правозащитниками на месте, он даже попал на слушание в суде, да, в трибунале, и я хотела об этом докладывать потом в Генеральной Ассамбле, и не понравилась белорусским властям, потому что, ну, раз это неофициальный визит, и бездокладчик не должен об этом рассказывать, не может, например, иметь в СМИ, да, никакой там пресс-релизы и так далее. И я думаю, что вот из-за вот этого опыта, который у них был, они очень как-то подозрительно, с осторожностью смотрел на возможность меня приглашать, и вот, а потом случился 20-й год, и уже об этом не могла идти речь больше. Да, мы постепенно движемся к 20-му году, но еще поговорим о Беларуси, а точнее о том, что вы в Беларуси, как вы сказали, не были во время того, как были спецдокладщицы, но вы живете в Польше. Это соседняя страна, поэтому вы ее выбрали, потому что она соседняя, или почему Польша? Нет, на самом деле я приехала в Польшу еще 10 лет назад, потому что я вышла замуж за поляка, и поэтому здесь живу, и, ну, конечно, это было очень полезно, и, мне кажется, это вот почти необходимо, чтобы спецдокладчик жил недалеко от Беларуси, и в таких городах, где как раз вот много беларусов, да, и в Польше, это, в Варшаве, это было всегда, ну, хорошая возможность встретиться с правозащитниками, но еще и с представителями жертв, или с жертвами самих, да, и поэтому, ну, да, это было, ну, мне это открыло возможность познакомиться еще и с, ну, с другими людьми со сферой культуры, да, там здесь много фестивалев и музыкальных, и кинофестиваля, да, бульба-муви и так далее, и таким образом можно тоже чувствовать вот беларусский дух, да, если можно так выражаться, и благодаря тому, что я вынуждена была, ну, учить польский язык здесь, и постепенно вот освоила вот этот язык, мне это помогало, на самом деле, чтобы еще и понимать беларусский язык, сейчас могу немножко гордиться тем, что я свободно понимаю и письменное, и устное, я слушаю Еврорадио несколько часов в день, и мне это тоже помогает, тренирует ухо, к сожалению, не говорю, стесняюсь или, ну, я бы, наверное, с ошибками говорила, потому что, ну, либо по-русски, либо по-польскому, но, ну, хотя бы понимаю, да. Что было самое сложное за шесть лет вашего спецдокладчицинства, как правильно сказать, когда вы были спецдокладчицей? Вы знаете, конечно, сложно, эмоционально сложно, конечно, все, что связано с 20-м годом, потому что уровень насилия и ужасности вот этих нарушений, даже преступлений, которые случились тогда и продолжаются, это вот, ну, трудно терпеть, когда ты вынужден каждый день слушать про таких кейсах, когда к тебе обращаются жертвы или родственники, которые ищут своих, которые попали в тюрьму, которые хотят, ну, работать с адвокатом, а адвоката не пустят к заключенному. Вот все пытки, которые мы знаем, случились, вот мне это было действительно психически очень, ну, тяжело, потому что я не специалист попыткам, и я была неподготовлена, и если вы помните, 20-е годы это было еще COVID, так что не было возможности даже и в Женеву съездить, и искать какие-то опоры, какие-то, они предлагали там, ну, с психологом разговаривать, но это было вот дистанционно на английском, то есть вот я чувствовала себя очень, ну, если честно, одна тогда, когда это все случилось, и почти три месяца я вообще круглосуточно, круглосуточно занималась мандатом, занималась Белоруссией, занималась правом человека, и это было, ну, надо было остановить или в каком-то моменте, но, к сожалению, я чуть не уволилась в такое время, потому что я думаю, что я просто, ну, сойду с ума, и так я немножко, как сказать, торговалась немножко с офисом Верховного комиссара по правам человека в Женеве, сказала, что мне надо поддержку больше, да, то есть помощницей, но, к сожалению, организация не очень гибкая и не быстро реагирует, и денег нет, поэтому помощь я получила от людей, тоже от волонтеров. Оказалось, что и белорусские, и другие волонтеры других национальностей здесь или за границу, мы все уже работали вот дистанционно, предлагали свою помощь, чтобы, ну, чтобы вести этот мониторинг, чтобы читать все, что публикуется на телеграм-канал, чтобы перепроверить информацию, вот чтобы делать работу, которая на самом деле была на, было достаточно работы на пять спецдокладчиков, но я была одна, и вот я всегда буду благодарна вот этим людям, которые анонимно почти, да, работали со мной для меня, для мандата, для белорусов на самом деле. Без них мы бы не могли делать столько работы, как мы делали тогда. Ну, белорусские люди, они супер. Но у вас есть постоянная команда людей, помощников, помощниц? Согласно резолюции, есть всего один человек в Женеве, который, в принципе, работает, ну, 100% только для мандата. На самом деле, это было очень редко, что этот, называется, офицер по правам человека, то есть этот специалист, этот эксперт, работает только для мандата, потому что, опять же, в Женеве, в ООН, нехватка кадров, нехватка денег, и поэтому, ну, так получилось, что вот человек тоже работал для других тем, или для других мандатов, или, ну, не мог быть постоянно на диспозите для меня. Поэтому, да, ну, еще в команде можно считать, что каждый год почти мы могли рассчитывать на стажеров, да, которые тоже, ну, как я и работали на «Спасибо», ну, работали, потому что для диплома, да, для своих учебы это было, вот, плюс, или для резюме это плюс, вот, иметь такой опыт, ну, работать для мандата. Вот, а потом, конечно, очень много людей в Женеве, которые и в каком-то мере поддерживают мандаты, но я не на связи с ними даже, большинство я их не знаю, например, вот, переводчиков, да, то есть вот каждый доклад переведут на пять языка, официального языка ООН. Вот, то есть это тоже можно считать состав, но я, у меня нет связи с ними, это все идет через фильтру, можно сказать, этого помощника или этой помощницы сейчас в Женеве. И, опять же, я немножко шантажировала офиса и начальство, когда я сказала, что надо обязательно, чтобы помощник был русскоязычным человеком, и это было не всегда, и я сказала, что я не буду работать больше, если нет русскоязычного человека на месте, и что я, если честно, к сожалению, то есть их хорошо платят, наверное, там, ну, я знаю, что их, ну, Женевские зарплаты плюс ООНовские зарплаты, но такие условия работы, которые, видимо, очень, ну, они сложные, и поэтому люди не остаются, то есть они там год и уходят, или их там переориентируют на по каким-то другим причинам, я не совсем понимаю, вот, политика кадров институции, но так получилось, что вот помощница, которая сейчас работает для мандата, это шестой человек подряд. То есть получается такой все-таки парадокс, что на самом деле институциональная память мандата лежит у меня на моем компьютере, и так не должно было быть, надо было бы наоборот, чтобы все было как-то централизовано в Женеве, и что несмотря на кто является спецдокладчиком, потому что тоже могла бы там заболеть, или уходит пораньше, и тогда, тогда что? Ну, к сожалению, да, очень много на наши плечи. Вы не раз сказали, что быть спецдокладчиком – это работа за спасибо, то есть это волонтерская работа, она не оплачивается. Расскажите, как вы выживали, может быть, как вы жили с тем, что это неоплачиваемая работа? Ну, первые четыре года я работала в университете, в Варшавском университете. У меня был даже и грант от Народового центра науки, чтобы ввести исследования и публикации. И последние два года я начинала развивать свою деятельность как консультант. Это тоже связано с военным действием России против Украины и экспертиза людей, которые хорошо знают Россию и внешнюю политику России. Это есть в поиске, и таким образом я могла зарабатывать. А еще уже полтора года работаю для так называемых коллегиума Европы-Всходней в Варцлаве. То есть дистанционно – это проект, исследовательский проект о угрозах, угрозах над демократией. То есть мы исследуем устойчивость, мы ищем, как развивать устойчивость демократических институтов в странах Евросоюза. Это грант Еврокомиссии, и это группа экспертов, примерно 10 из разных стран и с разными специальностями. Некоторые работают социологи, которые изучают, например, рост ультраправых движений в разных странах Европы. Есть несколько специальностей, и я занимаюсь именно вопросом внешних вмешательств в институтах демократических. И в основном речь идет о российской. То есть там и пропаганда, и российская, и вмешательство в выборы, и как развиваются, ну как на самом деле спецслужбы России развивали свои сети, свои влияния на политические институты демократических стран, чтобы их ослабить. И мне кажется, это тоже важно на сегодняшний день, когда как раз вот есть война на нашем континенте, и в некоторых странах, например, во Франции, то недавно не было такое понятие, насколько на самом деле мы уже как-то под угрозой, или даже в ситуации войны, то есть что Россия ведет на самом деле информационную войну против нас, внутри нашей страны. Об этом мало кто знает, но вот как раз вот наши исследования и публикации по этой теме помогают людям понимать, насколько это все-таки опасно для нашего демократического будущего и будущего наших детей. Окей, это очень интересно на самом деле. А давайте теперь вернемся к вашему шестилетнему опыту, который заканчивается спецдоклад. Нечество. Я все никак не могу узнать это слово, какое правило, существительное, быть спецдокладчиком, так скажем. Мандат спецдокладчика. А что было за шесть лет, может быть, вы сказали, что было самое сложное, а что было самое интересное? Ну все очень интересно на самом деле, когда человек, ну для меня, потому что я очень люблю, ну опять же, читать, учиться и узнать новые вещи. Например, я не юрист, но мне всегда интересно читать законодательство. И на самом деле у меня еще и там специальности по переводу, переводу юридической в русский. И поэтому, когда вот, например, переписали Конституцию, мне было интересно вот сравнить, что изменилось, что нет, что это означает. И вот все эти анализы я люблю вести, несмотря на то, что это не всегда напрямую связано с мандатом. Все равно я занимаюсь в Беларуси почти круглосуточно, и поэтому вот это интересно. Тоже могла узнать новое, что-то новое насчет, особенно насчет работы адвокатуры. То есть мне была вот эта сфера, которую я мало знала, вот эти профессии, вот их проблемы, как они работают. И благодаря мандату, из-за того, что есть столько нарушений прав человека, адвокатов, в Беларуси познакомилась с людьми и с литературой, и с экспертизой, и с докладами разных правозащитников, которые рассказали вот эти, ну, опять же, ужасные вещи, насчет репрессии против людей. Это один способ репрессировать людей, это через их адвокаты. И вот когда, если только думать, что вот некоторые предзаключенные не только сидят в ситуации ин коммуникадо, что вот нет, они совершенно изолированы от всех, и насколько это тяжело, но еще к ним не пускают адвокаты. То есть и такой цинизм власти, когда мы пишем, например, вот эти, так называемые, сообщения, письма правительству, бывает, что оно отвечает, и когда жалуемся или говорим, что тут это нарушение конвенции и обязанности Международной Республики Беларуси, что таким образом нарушают право адвокатов и право заключенных, отвечают, ну, к нам не поступило никакой жалобы от самого человека. А сам человек сидит не только за решеткой, но и в клетке, можно сказать, да, вот без выхода к миру, и его адвокаты вот сняли у него лицензии, поэтому он не может прийти к своему клиенту, и, конечно, не может подавать никакой жалобы, не может помочь ему, ну, заключенному защищать свои собственные права. Поэтому мандат нужен, поэтому вот ту работу, которую мы делаем, ну, разный мандат, не только мой, а не только в ООН, это очень важно, чтобы мир знал, настолько есть нарушение прав человека в Беларуси. Настолько они серьёзные, объёмные, и по интенсивности, и по распространению, и что это толкает очень много людей, не только полтора, ну, там, тысяч пятьсот или тысяч триста политзаключённых. А каким должен быть будущий спецдокладчик? Какими качествами он должен обладать психологической устойчивостью? Ну, наверное, вы знаете, мы считаем, то есть спецдокладчик – это независимый эксперт, и поэтому каждый будет, каждый эксперт считает, что у каждого эксперта, раз его назначили, есть достаточная экспертиза и есть абсолютная независимость, как он или она хочет, ну, заниматься мандатом. Так что не позволю себе дать никаких советов будущему спецдокладчику, то есть это будет профессионал, и он или она будет, ну, работать как хочет. Ну, я уверена, что этот человек с квалификацией и с амбициями, и с энергией, потому что, да, я после шести лет, если честно, я очень устала, вот. Я не знаю, если я бы могла быть ещё эффективна ещё столько лет, так что это хорошо, что есть смена, и что придёт новый человек с новыми, может, подходами, и каждый раз, когда меняется человек, есть возможность открыть новые возможные каналы дискуссии и вот, ну, инновации и так далее. Так что, да, желаю только успеху новому спецдокладчику. Что вы будете делать, когда вы всё-таки сможете поехать в Беларусь? Расскажите, помечтайте. На самом деле я думала, что после окончания мандата, то есть с 1 ноября, что у правительства не будет причины меня не пустить, да, и мне не надо просить разрешение, да, я бы могла съездить. Но правозащитники некоторые сказали мне, что лучше не надо, потому что, ну, власти могут всё-таки, они уже это делали против иностранцев, да, ну, да, то есть они могут возбудить уголовное дело против меня и посадить меня на, не знаю, 10 или 20 лет, да, то есть, может, не стоит рисковать. Поэтому если и когда я поеду снова в Беларусь, это значит, что случились перемены и что политзаключённые уже освободились и так далее, и так далее. И я мечтаю об этом день, и что я буду делать тогда, ну, я, наверное, к ним поеду и обнимать, да. Очень, есть очень много моих знакомых, которые сейчас сидят, и я о них думаю каждый день, и вот, да, я хочу их увидеть. Ну, надеюсь, их выпустят, и они будут хотя бы на свободе и живыми, пусть в Польше, наверное, увидимся. А если в Беларуси, то с удовольствием сначала с ними обниматься. И последний вопрос. Что бы Вы пожелали слушателям нашего подкаста? Конечно, право человека – это очень важное, потому что, как мы знаем, когда меняется власть, может случиться та ситуация в наших демократических странах, когда уже будут нарушения постепенно, постепенно, а потом, когда уже государство становится недемократическим, или нелиберальным, может случиться, что не будет возможности пользоваться этими правами. Поэтому надо каждый день думать, насколько они ценны, и их защищать даже в наших демократических странах. А беларусам желаю, чтобы в будущем, в скором будущем, будут в мире упомянуть о Беларуси не из-за нарушений прав человека, не из-за проблем, связанной с политикой и с деятельностью политического лидера Беларуси, а по другим причинам. Насколько страна красивая, люди трудолюбные и правослушные, и что приветливые, и кухня, и природа, и вся литература, театр. И что все это можно будет... Все смогут наслаждаться вот этими достопримечательностями Беларуси без ограничений и не думая о правах человека, потому что права человека в Беларуси, к сожалению, это печальная тема. Ну вот, на такой ноте мы заканчиваем наш разговор. Спасибо вам большое, госпожа Анаиз, подарни Анаиз, за то, что выделили время. Вам спасибо. Всего доброго.